Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, благодарность Господу за этот вечер, за то, что вместе с нашей молодежью можем принять участие в служении, в рассуждении над Словом, в молитве, в пении. И мы очень благодарны Богу за нашу молодежь. Кто-то из них делает робкие первые шаги в служении, участие в Словом, в пении, в стихотворении. Кто-то принял Господа в свое сердце, пережил рождение свыше. Для кого-то это еще в будущем, но они наши, они с нами, они участвуют, они поют. Я верю, что в каждого из них, братья и сестры, есть много вопросов и духовных вопросов, вопросов, которые возникают в жизни. И хотелось бы просить Церковь молиться за нашу молодежь. Знаете, так важно, чтобы каждый из них в свое время сделал правильный выбор, потому что жить в современном обществе, среди развратных людей, среди этого мира, жить свято, праведно, очень трудно молодежи. И вы знаете, на наших собраниях мы стараемся по возможности отвечать на те вопросы, которые у молодежи есть. Вопросы очень важные и серьезные вопросы. Когда бывают вот молодежные съезды, конференции, где-то молодежь бывает, задают вопросы. Один из таких многих вопросов, я обратил внимание, среди молодежи, который бы я хотел сегодня по возможности озвучить с позиции Священного Писания. Вопрос, который многие сейчас шокируют. Почему? Потому что все мы с вами проходили вот период молодости, период зрелости. Только это было в разных периодах нашей жизни, в разных странах. Люди старшего возраста, в молодости вашей. Были одни вопросы, я говорю, не только духовные, правда, вопросы. Вопросы, которые окружали в том мире, в котором мы жили, в том обществе. И мы должны были как-то реагировать на них, как нам вести, христианам. Более среднего возраста мы тоже проходили свой путь, свой период, свои вопросы. Для молодежи есть вопросы, они задают, они хотят иметь ответы, которые порой совершенно неприемлемы. Да вообще о чем разговаривать? Я просто был немножко удивлен. На одной из конференций, когда задали вопрос, брат говорит, да что здесь вообще рассуждать? Да это грех и все. Друзья, это не ответ. Это не ответ. Мы должны быть очень внимательны, чтобы подойти к любому вопросу. И настолько это позволяет нам во свете Священного Писания раскрыть его. Вопрос, на который я хотел бы сегодня ответить, может быть, это будет несколько проповедь, как беседа. Могут ли христиане на свое тело наносить тату? Могут ли христиане наносить на свое тело татуировку? Я вижу по залу. Вопрос, ответ ясен. Можно я уйду? Вы знаете, прежде чем говорить об этом предметно, хотел бы немножко сделать такое вступление, чтобы нам была ясность и понимание. Вы знаете, мы прекрасно понимаем, что с момента грехопадения человека на земле, с момента отторжения от живого Бога в мире существует два царства, два диаметрально противоположных мира, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда не пересекаются. Это царство Божие и царство тьмы, царство мира сего еще называется, слово Божие. И поэтому, когда мы говорим для того, чтобы нам понимать, откуда происходит вот источник идеи, предложения, мы должны понимать, кто за этим стоит, почему эти два царства, они совершенно диаметрально противоположны, как жить современному христианину, молодому человеку в современном мире, для того, чтобы сказать нет, потому что написано, потому что у меня есть твердое основание. Молодые люди не зря, не просто они спрашивают, ну хорошо, мы понимаем, что это плохо, но если я напишу текст Священного Писания, представляете, какая-то возможность для благовестия. Всем я буду ходить, вот у меня Бог есть любовь, например, или еще что-то, тексты Писания. Они на полном серьезе задают эти вопросы. Как нам быть? Друзья, когда мы видим, открываем книгу Библии, мы видим, что уже изначально после этого потопа вот этот мир как бы разделяется. Бог находит верных Ему людей. В лице Авраама Он образовывает особый народ. В последующем в лице Моисея, который выводит народ израильский из египетского рабства, Он создает особый народ. Для чего, друзья? Чтобы они были свидетелями для окружающих народов, языческих людей, которые пребывают в грехе, в рабстве и долопоклонстве, в полной тьме. По сути дела, народ израильский должен был тем, которым сегодня должна быть церковь, высвета мира, быть солью земли. Народ Божий, народ израильский, получил устав, законы, постановления, пророков. Сам Господь находился среди этого народа. Был храм, было место для поклонения. Друзья, это было непросто. Это было непросто, потому что народ Божий жил среди окружения множества народов, которые не знали Бога. И более того, они были идолопоклонниками. Идолопоклонство – это не просто какое-то невинное увлечение, какая-то субкультура в каком-то народе. Идолопоклонство влечет и предполагает конкретное поклонение какому-то идолу, какому-то божеству, принесение этому идолу, божеству, жертву, принесение даже не только животных, но даже детей приносили в жертву. Связанное с этим определенные ритуалы, действия и многое-многое, что с этим связывало. И Господь, помните, очень строго предупреждал народ Божий, чтобы они не участвовали, не делали. Мы видим целую трагедию народа израильского, когда народ израильский попадал под обольщение. И они иногда сами увлекались этими грехами, этими идолами. Господь вынужден был наказывать этот народ. Это очень важно, это очень серьезно. Давайте вспомним хотя бы, помните, на горе Кормил. Помните, когда Господь хотел дать дождь на землю через пророка Илью. Помните, был Илья, пророк Господень. Сколько противопостояло пророков на горе? 800, 400, Дубравны 400, да, пророков. Там 800 пророков. Помните действия, которые они совершали? Это же не просто, они стали там помолились, потому что было условие, дал Господь, да, вот Илья сказал, что нужно сделать, вот, заколить жертву, положить, вот, ров, чтобы провести, водой залить на жертву, многое-многое. Помните, что они делали? Они производили определенное, скажем так, ну, по-своему служение, ритуал. Кричали, кололи себя, кровлилась, да-да, прыгали. То есть, они пытались, ну, связаться, скажем, говорит, ваш Бог уснул, или я смеется, шуть, говорит, наверное, может, он уснул, пробудите его. И они так делали долго, да, то есть, это не просто так. Настолько опасно идолопоклонство, настолько опасно поклонение идолам. Апостол Павел очень ясно говорит в Новом Завете в послании к Ринфянам, 1-е послание к Ринфянам, 10-я глава, 20-й стих. Язычники приносят жертвы, приносят бесам. Язычники приносят жертвы, это не невинное какое-то, знаете, действие, они приносят их бесам, сами того пару не понимая. А Павел говорит, а я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Поэтому история Ветхозавета свидетельствует о печальной трагедии. Приходил нечестивый царь, подпадал под влияние, ставили каких-то идолов, изображений, наслаждали рощи, множество, множество, народ постепенно уходил к этим мерзостям. Можно, братья и сестры, сделать одну оговорку. Когда мы оговорим о мире, о двух царствах, о влиянии этого царства зла, мы понимаем все-таки, что на сегодня, в этом падшем греховном мире, несмотря на всю его отверженность, то, что отвержен Господь, отвержено Его Слово, Господь управляет Вселенной и в целом мире. Поэтому Священное Писание не дает нам указания для того, чтобы мы себя изолировали физически от этого мира, где-то в особые места уходили, как это было в практике, и в практике на этой земле, когда люди уходили в какие-то, может быть, особые места, монастыри, еще какие-то в пустыне, ну, для того, чтобы как-то сохраниться, для того, чтобы не слиться с этим миром. Но успеха этого не было. Христос, придя на эту землю, Он, мы сегодня слышали, дал повеление ученикам, идите в этот мир, вы будете моими свидетелями, вы должны быть светом и солью проповедовать Евангелие. Не ангелы придут на эту землю, люди простые, немощные, слабые, как и апостолы, но они пошли и совершали великое дело пробуждения. Более того, когда мы говорим о том, что Господь на этой земле совершил очень много прекрасного. Господь в свое время благословил многих людей, которые написали прекрасную музыку, прекрасные произведения, живопись. Архитектура пошла со строительства храмов. И когда мы смотрим на прекрасные какие-то творения, архитектуры, то чаще всего это храмы, не какие-то просто здания, где когда-то в свое время поклонялись живому Богу в свое время. Или произведения искусств, многие картины, когда мы встречаем, действительно это что-то потрясающее. Чаще и многие из них это библейские сюжеты, многие известны нам. Или музыкальные произведения, хоровые произведения. То есть Господь побуждал на земле, избирал людей, вдохновлял их, даровал мудрости, вдохновения для того, чтобы через эти даже обстоятельства, через эти методы и пути люди могли задумываться о живом Боге. Друзья, когда мы хотим разобраться в каком-то вопросе, мы сегодня говорим о татуировках. В свое время, говорю, нашим родителям и людям старшего возраста, даже среди общества, это было под запретой, под запретом, это было чуждо, это было что-то, знаете, аморально. Друзья, мир меняется сегодня. Для того, чтобы мы хотели узнать, нам необходимо вернуться к истокам. Это очень важно. Откуда происхождение, откуда это пришло в жизнь, в нашу жизнь, в культуру людей? Как давно это началось? Вы знаете, история происхождения, нанесение на тело различных рисунков, знаков, букв, различных письмен, что человек на себя сегодня как бы использует на своем теле, она, оказывается, охватывает весь земной мир во всех странах, где только вообще-то существуют люди. История говорит, археология говорит, свидетельствует о том, что где-то первые находки или первые свидетельства датируются около 4 тысяч лет тому назад, когда делали раскопки в Египте и мумии, да, которые очень хорошо сохранились и в наше время, были обнаружены слабые изображения, настолько было возможно, возможно, определить на теле мумии какие-то определенные рисунки, говоря современным языком, татуировки. И возникает вопрос, для чего люди наносили на свое тело какие-то изображения? Как мы сейчас говорили, да, что весь языческий мир, он поклонялся, поклонялся своим богам. Апостол Павел говорит, конкретизирует, говорит, поклонялись бесами, за этим стоят злые духи. Люди понимали, что они беззащитные, люди понимали, что они находятся в опасности, люди понимали, что им нужна защита, поскольку жили вот этих царств и многобожии, знали, что этот бог может защитить. Они жили в мире духов и тогда, и сегодня, поэтому необходима была какая-то защита. Известны вам амулеты? Какие-то амулеты защитные, да, что люди в то время пользовались на руку, на тело свое, на свои дома, в домах предметы. Я говорю, и это сегодня актуально. Мы с братьями, когда ездили, как-то в Сибирь на миссионерской путешествии, мы остановились возле одного дерева, это в Бурятии было. И брат, который нас сопровождал, говорит, обратите внимание на это дерево. Все это дерево было обвязано маленькими такими, ну, тряпочками небольшими, знаете, с тканью что-то было. Я говорю, что это за такая новогодняя елка странная? Он говорит, нет, буряты, люди, вот место, они очень верят в духов. И вот они для того, чтобы оберечься, защитить свою семью, дорогу свою, вот они останавливаются здесь, привязывают это, ну, и едут дальше. Верят в то, что их защитит. Одна из форм, так называемой, защиты в древности, в глубокой древности. Люди понимали, что амулет можно потерять, он может износиться, его могут украсть, этих башков, либо еще что-то. И было найдено решение. Для того, чтобы защититься от злых духов, можно нанести на тело. Можно нанести на тело тату, татуировку, какую-то надпись, какой-то символ, какие-то цифры, какие-то буквы, что-то, то, что будет служить защитой от этих злых духов. Интересно, что история говорит, что в то время это было достаточно и опасно, потому что пользовались нарезами, не просто делали, да, это уже позже мы коснемся с изобретением машинки. Делались нарезы достаточно болезненно, и затем из сажи или черного перегоревшего древесного угля втиралось это в кожу часто, иногда это заканчивалось даже плачевно-светальным исходом, потому что заражение кровью. Татуировки на теле человека отображала порой всю его жизнь, принадлежность к тому обществу, в котором он находился. Богатый ли человек, раб ли его занятия, чем он занимался, это все отображалось на его теле. Тату наносили сакральный смысл и были связаны с некоторыми обрядами, например, посвящение в мужчины, когда мальчик достигал какого-то возраста, и на его тело наносили определенное изображение, и его считали уже как бы мужчиной, да, вот посвящением. Девушка выходила замуж обязательно в каких-то определенных народах, племенах, наносили тоже на ее тело какие-то изображения, татуировки. На тело умершего человека, обратите внимание, на тело умершего человека также наносились тату с целью успокоить духов, чтобы душа была принята в загробном мире. Люди, как и сегодня, мы понимаем верующие, даже верующие люди, когда мы теряем родных и близких, мы как-то сохраняем память, какие-то фотографии, воспоминания, мы приходим на надгробие, ставим цветы, фотографию, приходим на кладбище, как-то, может быть, вспоминаем наших родных и близких, но мы понимаем, что не это является связью, а не у Господа, и мы ожидаем. Люди же не верующие по-другому. И в то время, когда люди не знали света, не знали Евангелия, не имели надежды, они, понимаете, не соединялись, у них была вот такая связь. Я читал недавно как-то свидетельство, свидетельство одной женщины, которая терзала что-то его и тело, и душу, и она болела, и все время у нее были духовные проблемы, мучила что-то. Она обратилась и уверовала в Господа, казалось бы, пришел мир, покаяние, но вот это переживание, эта тоска, она не проходила. И она обратилась к служителю, говорит, я не могу понять, я же верующий человек, что-то мешает в моей жизни, что-то меня еще связывает. служитель беседовал, разговаривал, задавал вопросы, а вот затем спросил, что-то вас связывает. Он знал, что она похоронила мужа своего. Говорит, что-то связывает вас с мужем? Она говорит, да, когда муж умер, я была неверующая, я на руке набила его здесь имя, дату рождения, дату смерти, для того, чтобы всегда помнить о нем. Говорит, вы знаете, что вот эта связь, когда вы сделали еще тогда, она держит вас, она привязывает вас. То есть, вы дали возможность нечистым духом сатане вот пользоваться и держать вас в своих силках. Она исповедалась, она покаялась, попросила у Господа прощения, и Господь освободил ее. Обратите внимание, Господь освобождает, но если мы, друзья, что-то нанесем на руки наши, фломастером, ручкой, мы это же можем убрать. Конечно же, мы понимаем, что этим путем, этим методом мы не уберем. Мы не поможем, невозможный сгландит, остается на всю жизнь. Когда пришла эпоха Средневековья, это немножко история, я говорю, друзья, когда пришла эпоха Средневековья, история говорит, что с массовым распространением христианства на Европу отношение к татуировкам категорически изменилось. изменилось. Мы не можем говорить о том, что, безусловно, Евангелие имело правильное проявление, потому что католическая церковь, мы знаем, как извратила Евангелие, сколько было уничтожено христиан, которые любили Господа, через инквизицию, через это папство. Но, тем не менее, если говорить о татуировках, это было под категорическим запретом. Людей обвиняли в сатанизме, идолопоклончестве, оккультизме, и даже были случаи сожжения их, как еретиков, на костре. И практически тату было искоренено в Европе вплоть до XVIII века было искоренено. Иначе дела обстояли в восточных странах, таких как Китай или Япония, в других странах. В Греции, Риме тату были позорным знаком преступников, всех тех, кто нарушил закон и наносили на лоб. На Руси людей, которые были преступниками, закоренелыми, наносилась на лоб татуировка, печать, клеймо. Во времена Второй мировой войны гитлеровцы наносили клеймо с порядковыми номерами в концлагерях. Постепенно тату угасло. Среди большей части людей в Европе. И часто всего это было связано только с людьми, которые отбывали наказание, заключение в тюрмах. Татуировка тримфально возродилась с появлением первой татуировочной машинки. Изобрел ее в Нью-Йорке американец в 1891 году. В 1891 году в Америке в этой стране была изобретена эта машина и вспыхнула с новой силой. В Америке и в Европе стали массово открываться тату-салоны в 50-х, 60-х годах 20-го века. Это было особенно популярно среди молодежи. На тело наносилось все, что угодно. Знаете, когда я занимался этой темой и когда я искал и смотрел, что же собой представляет современный мир, братья и сестры, это было трудно даже представить. Такое впечатление, как будто опускаешься в какую-то, простите, преисподнюю. То, что сегодня предложено человеку, который пожелает нанести на тело. На тело носилось для девушек, знаки зодиака, для мужчин, знаки животных, мифические существа, насекомые, различные птицы с каких-то фантастических фильмов ужасов наносится на тело человека. Друзья, это тоже свидетельствует, помните, мы говорим, что очень важно, источник, откуда идет вдохновение, что за этим стоит, кто вдохновляет, почему появляются эти образы, почему вдруг украшают люди именно этими вещами, этими изображениями. Еще подчеркиваю, подавляющее большинство, оно имеет какие-то загадочные, мифические, или, я бы сказал, оккультное значение. Очень важно понять. Медленнее всего тату распространялось в Советском Союзе. В тот период существования коммунистической морали, татуировки были под строгим запретом. Вот почему наши отцы, люди, которые жили, мы этого не знали, правда? Это было всегда ассоциацией с людьми, которые находились в тюрьме, и там был определенный свой мир, свой статус, своя жизнь. Но в период 1990 года, когда пришла свобода, мир поменялся и в тех странах, и сегодня в странах бывшего Советского Союза. Это очень востребовано. Возникает вопрос, что говорит Библия? Мне нравится, когда молодежь задает вопрос и говорит, пожалуйста, подтверждайте ваши мысли, ваши ответы Священным Писанием. У меня вопрос, при тем, как мы коснемся текстов Священного Писания, исходя даже из этой краткой информации, молодежь, как вы думаете, есть что-то, хоть что-то положительное в этом? Вот если быть беспристрастными. Источник сам, вот, друзья, источник, если вы можете сами эту информацию, она доступна. Мы видим, да, настолько опасный этот мир, мы должны понять, что есть опасность, чтобы не подпасть под обольщение. То иное явление, предложенное сегодня в мире, друзья, это не просто, может быть, какое-то невинное, ну, что-то нанес, ну, что-то отпечатал. Оно может быть связать, связать надолго, связать с тем невидимым, греховным миром, от которого очень трудно придется освобождаться. Книга Левит, если можно, братья, пожалуйста, откройте, 19 глава, 28 стих, книга Левит, 19 глава, 28 стих. 19 глава книги Левит дает Бог повеление своему народу, определенные запреты. Очень часто можно слышать «Я Господь» в конце каждого стиха, практически, если мы будем просматривать, там есть много-много запретов, которые, то есть Бог дает народу определенные установления на различные случаи жизни. И вот один из таких запретов мы встречаем в этом 28 стихе, 19 главе Левит, есть, да? Обратите внимание, что Господь говорит, «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмена «Я Господь». В другом переводе звучит так. «Не делайте нарезов на теле, когда оплакиваете умерших, и не делайте на себе татуировок». Не делайте татуировок. Обратите внимание, почему ради умершего. Я сегодня упоминал вот этот пример, да, который я читал где-то, о том, что люди связывают себя каким-то образом с умершего. Говорит, «Не связывайте с этими людьми, которые ушли в потасторонний мир. Это очень опасно. Жизнь человека заканчивается на этой земле. Господь определил время. Всякая попытка, друзья, на земле люди, которые пытались что-то проникнуть в загробный мир, вызывателей духов, спириты, еще какие-то формы различные, не всегда связаны с демоническими силами, с дьяволом, с силами зла. Вот почему Господь говорит, ради тех людей, которые умерших. Люди так делали, для того, чтобы каким-то образом в памяти осталось. Обратите внимание нарезов, потому что не было машинок еще, не было, было очень примитивное, примитивная была модель, примитивная была технология нанесения. Каким-то режущими предметами, острыми, может быть, ножами наносилось просто на тело. Затем или уголь был, или какая-то сажа, или еще какая-то втиралась в кожу, и она оставалась там. Или Господь говорит, не накалывайте на себе письмен. Книга Второзакония, книга Левит, 21 глава, 5 стих, снова упоминается, друзья, снова упоминается этот же запрет. Не делайте нарезов на теле вашим. И книга Второзакония, 14 глава, 1 стих, тоже об этом говорится. Я нашел в Священном Писании вот несколько, наверное, три или четыре стиха, которые вновь и вновь предупреждают, не связываются с загробным миром, с умершими, предупреждения. И, друзья, когда мы говорим, кто-то скажет, это Ветхий Завет, но Господь знал, что и в Новом Завете в наше время будет опасность. Будет опасность, что дьявол будет пытаться проникнуть в общество, проникнуть каким-то образом и пленить сердца и молодых людей. Поэтому, когда, друзья, мы говорим о Новом Завете, друзья, я бы хотел сегодня очень обратить внимание, какую роль в Новом Завете Господь отделил тело спасенного человека. Какую роль Господь отделил телу спасенного человека. Господь рассматривает с вами не просто как просто людей, как просто личностей. Священное Писание особо подчеркивает с момента принятия Господа и Спасителя свое сердце. Сам Дух Святой входит в нас, в наше сердце, и тело наше называется как храм Духа Святого. Друзья, только вдумайтесь, тело наше, бренное тело, которое дал нам Господь, оно является храмом. Помните, как апостол Павел в послании к Ринфе, 19 глава, 20 стих пишет, не знаете ли, что тела вашей суть, храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога. Первое, вы не свои. Очень важная деталь, наше тело не принадлежит нам. Вы не свои, мы не имеем права, братья и сестры, делать с нашим телом то, что мы хотим. Наше дело, оно прекрасное, друзья. Я верю в Господь, если бы Он хотел для того, чтобы на нашем теле было какие-то изображения, надписи, украшения, птички, цветочки, тексты Писания. Рождались бы люди, родился в христианской семье, и вот Господь подарил такой вот на него надпись, друзья, но этого же нету, да? Поэтому Господь подарил нам тело наше, чистое тело, без недостатков. И это важно, мы не имеем права, друзья, потому что это не просто какая-то, то, что наносится, то, что никогда уже не уберется. Я помню, когда-то в поездке с братьями, где-то мы были и беседовали вот за столом, уже чай пили с братьями, и брат-служитель передо мной сидел. Мы понимали, он рассказывал свою прошлую жизнь, что он был в прошлой жизни неверующий, греховная жизнь. Ну, мы сидим вот и пьем чай, общаемся, и руки его свидетельствовали, все его руки свидетельствовали о прошлой жизни. И он как-то, может, обратил внимание, что я как-то взгляд, может, поймал и говорит, брат, вот видишь, говорит, ничего не могу сменить, вот здесь поменялось, жизнь поменялась, а вот это ничего, говорит, я бы все отдал, если бы можно было хоть как-то это убрать. Вот эти кресты, вот эти надписи, вот эти печатки и все прочее невозможно. Друзья, молодежь, храните тело, которое Господь дал, оно прекрасное, что нужно, Господь уже все вложил в наше тело, все на своем месте, нет нужды в корректировке, поверьте. Вторая очень важная мысль от этого стиха, говорит так, обратите внимание, вы не свои, вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Мы понимаем, друзья, что Господь ожидает не просто то, что мы храмом являемся, а прославление. Мы прекрасно понимаем, что почему мы категорично против на основании Священного Писания, принятия верующим человеком наркотических средств, алкоголя, различных других, которые влияют на наш разум, на наше сознание, на наше тело, то, что может потерять всякий контроль, потому что Господь от нас ожидает разумного служения, чтобы мы действительно в здравом уме, подчинившись Господу, могли славить и быть сосудами в руках Его. То же самое, друзья, если мы что-то наносим, знаем ли мы, что мы наносим, что за этим стоит, с чем это может быть связано. Поэтому очень важно, чтобы наше прославление Господу было без всяких влияний этого мира, который имеет свою цель украсть, убить и погубить. Один из аргументов, которые приводят молодые люди нанести на свое тело какой-то текст Священного Писания, ну, возможность, может быть, свидетельства. Один из таких людей, он сделал в своей жизни, вот, если можно, откройте нам этот слайд, хотим посмотреть, если возможно. Видите, да, это на спине. Человек сделал себе тату, какой это псалом. Первый псалом. Я думаю, если ходить свидетельствовать, надо зимой тоже. Я бы сначала его в Сибирь послал. Ну, так же, чтобы ходить свидетельствовать. Зимой нужно везде. Спиной некрасиво к людям, правда? Тогда лучше где-то вот, ну, в этой области где-то. Ну, чтобы видно было хорошо. Спасибо. Можно убрать. Братья и сестры, Новый Завет говорит о том, что Бог дал нам письмена, Бог что-то вложил. Бог написал. Я не хочу использовать это слово тату. Я использую библейский текст, где написано, что Бог написал. Второе послание Коринфянам, третья глава, второй, третий стих. Бог позаботился, мы хотим быть свидетелем в этом мире. Бог дал нам что-то. Смотрите. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Третий стих. Вы показываете собою, что вы, наше письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Дорогая молодежь, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Господь желает, чтобы мы были свидетелями. И Он не нуждается, чтобы наше тело подвергать росписи. Хоть 1 Псалом, хоть Иоанна 3,16, Он сделал намного это лучше. Обратите внимание, говорит, вы, письмо Христово, прежде всего, это наша жизнь является добрым свидетельством. Мы можем написать, а наша жизнь будет свидетельствовать против нас наши поступки, и нам люди скажут, у тебя наколка, Бог есть любовь, или еще что-то, оживешь и поступаешь ты не по-христиански. Это очень важно. Вы показываете, что вы письмо Христово через служение написанное. Обратите внимание, какое различие между тем, что мы сейчас прочитали, то, что сегодня предлагает нам современное общество. татуировку на теле делают люди. Второе, они делают ее чернилами. Они делают ее с целью, чтобы обратить на себя внимание, как, знаете, чтобы как-то самовыразиться, показаться. Это не просто так. Ее наносят. Я когда немножко исследовал тему и обратил внимание на одних известных людей, актеры, спортсмены, и показано было тело, это было что-то ужасное. Рождается ребенок, наносится какой-то символ. Первый раз выходит замуж, наносится какой-то символ восточный. Разводится, наносится символ. Второй раз выходит замуж, наносится символ. Третий раз создает семья, наносится какое-то изображение восточное, приглашается какого-то, может быть, знаете, монаха с востока, и под определенные ритуалы наносится. И на теле ничего не остается, ни одного тела. Друзья, Слово Божие, которое мы прочитали, обратите внимание, здесь мы видим, что пишет не человек, но Дух Божий пишет. Пишет не чернилами, но Духом Божьим. И пишется не на теле, а где пишется? Здесь внутри на сердце пишется. Потому что хочет, чтобы нас Господь использовать. Господь говорит, покажите вере вашей, но покажите не через татуировку, но покажите вере вашей, вы верующий добродетель, покажите рассудительность, покажите воздержание, покажите эти благословенные плоды Богом данные. И тогда люди потянутся, и тогда люди захотят служить Господу. Как альтернативу, если кому-то сильно хочется свидетельствовать постоянно. Мне очень нравится, когда проходят конференции, да, и молодежь продают сегодня футболочки, ветровочки с текстами Писания. Хотите, друзья, есть хорошие, прекрасные футболки христианские. На футболочке написано, курточке написано, еще что-то. Покупайте, приобретайте, ходите в колледж. А вот интересно, смогли бы вы пойти в то общество, где вас знают, одеть хорошую, красивую футболочку, будет написан текст Священного Писания. Ведь это тоже свидетельство, нужно иметь мужество. Я люблю Господа, я христианин. Это меня как бы показывает, позиционирует, как человека верующего, любящего. И последнее, перед нашей молитвой. А тело, которое Господь нам дал, пусть оно останется чистым, чтобы в нашей жизни мы не пожалели. Пусть оно останется тем, для чего Господь его создал. Первым быть храмом Духа Святого, чтобы мы прославляли Бога и в телах наших, и в душах наших. И передать это нашим деткам и нашему поколению. Да поможет благословить нас Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве.